ВАБАНК Мы продолжаем тему комнатных растений и сегодня своими советами по уходу за цитрусовыми поделится наш эксперт Ольга Александровна Горбатенко. Здравствуйте! Здравствуйте, Марина! Ароматные экзоты завоевывают российские подоконники уже две сотни лет. Их завезли еще при Петре Первом и поначалу выращивали только в оранжереях. Сейчас в российских лимонариях появились новые сорта цитрусовых, в их числе и карликовые виды, такие как коломандин цитрофортунелла. Например, любители могут выращивать цитрусовые из косточек. Вот скушали мандаринку, посадили ее в горшочек через 30-40 дней, и у нас росточек. Грифрут, лимон, то есть тот же самый кумкват, фортунелла. Декоративные гибриды начинают обильно цвести и плодоносить при грамотном уходе на 3-4 год. Выращенные из косточки магазинного плода дерево будут тянуться к солнцу лет 10-15, прежде чем порадовать хозяев плодами. Чтобы дитя тропиков и субтропиков все-таки раскрыло ароматные бутоны, нужно знать несколько секретов. Мы можем стимулировать цветение нашего лимона при помощи различных химических препаратов и агротехнических приемов. Нужно взять себе на заметку то, что цветение и плодоношение происходит у цитрусовых на веточках, которые называются плодушки. Так как нашему лимону всего лишь навсего 3 годика, плодушек еще на нем нет. Плодушки это 4-го поколения, 4-го порядка ветка. Покажите, сколько у нас тут порядков? Давайте посчитаем. Ну давайте. Так, это вот у нас первый порядок ветки. Вот она, первый порядок. Когда она достигла у меня 15 сантиметров, мы ее прищепнули. И от нее пошли ветки второго порядка. Вот видите, то есть макушечку эту отщепили, появились сразу веточки второго порядка. И от нее уже пошла веточка третьего порядка. Вот она. То есть наступит март месяц. Обрезание, прищипка верхушек у цитрусовых нужно производить в март-апрель. Каждый год по весне от ветки отрезают верхушку, отмеряя две трети ее длины. Таким образом дают возможность развиться боковым побегам, на которых через три года последовательные обрезки начнут раскрываться бутоны. Черенки очень хорошо дают корни в воде, как ни странно. Но для этого нужно. Мы берем с вами веточку с четырьмя листами. Оставляем на веточке четыре листа. Раз, два, три, четыре. Вот этот вот у меня будет лишний. Я его отщипну. Так, убрала. Шипы здесь. Вот лимон же колючий какой. Да. Красавчик. Вот, два нижних листа убираю полностью. Оставляем два-три листочка. Мы их убираем на одну треть. Отрезаем. Через две-три недели черенок дает придаточные корни и готов укорениться в земле. Грунт для цитрусовых – это смесь торфа, дерновой и листовой земли, песка и перегноя. Максимальная освещенность, высокая влажность, регулярный полив. Вот три кита долголетия цитрусов. Длительность светового дня до… Вот для цитрусовых прекраснейшие условия – это 17 часов. Для Самарской области прекрасно растут, плодоносят, цветут они и при 14-часовом световом дне. Не солнце, а световой день. С ноября по февраль все цитрусовые впадают в спячку. Но даже в состоянии покоя страдают от нехватки света. Они чахнут, сбрасывают листву, могут погибнуть, если не помочь им дополнительной подсветкой. Снижение температуры до 12 градусов, уменьшение полива и подсветка – главное лекарство от зимней депрессии. Для нормального роста и развития растения, которое переехало к вам на подоконник из магазина, применяют целый комплекс мер. Обработать его антистрессом и следить, чтобы воздух у цитрусовых был влажным. Опрыскиваем их утром. Конечно, идеальные условия – утром и вечером. Дождю им. И если нет такой возможности, хотя бы один раз в день. Все цитрусовые – заядлые частюли. Один раз в неделю им необходим душ или обтирание мыльным раствором. Иначе мучнистый червец, паутинный клещ и тля атакуют – не выгонишь. Что касается аммиака, если мы убираем с листочков червеца, то вот пузырек коричневый в аптеке купили, ватку смочили. И вот этим вот концентрированным раствором мы убираем червеца, потому что мы точно, 100% мы его уже убрали. То есть мы не разбавляем аммиак с водой? Когда работаем с ватным тампоном? Если мы, а аммиак, он хорош чем? Является и как бы химическим препаратом при борьбе с различными паразитами, с тем же клещом, с той же щитовкой, с тем же червецом. И как удобрение, азотное удобрение. То есть берем пульверизатор на 10 литров воды, аптечный пузырек аммиака, растворяем. И брызгаем. Из удобрений зимой для цитрусовых применяют только залу. И то один раз в месяц. Об остальных подкормках мы расскажем в январских выпусках удачных заметок. А сегодня проверим вкусовые качества современного гибрида. Мы пробуем на вкус плод каламандина. Это гибрид кумквата и мандарина. До такой степени кислый, не слаще лимона, что слезы из глаз наворачиваются. Так что давайте не будем до конца дыкать. Огородная история Любови Андреевны Шевцовой ровно вдвое короче, чем стаж кадрового инженера крупнейшего ракетостроительного предприятия. Но своими достижениями в овощеводстве и цветоводстве она гордится ничуть не меньше. Хозяйка образцово-показательного участка признается. Любовь к земле и дневник дачника, который она ведет уже 20 с лишним лет, секрет ее успеха. Невозможно же все запомнить. Поэтому пришла к выводу, что разделила участок на 4 части, сделала на каждую часть план. И к этому плану, то есть пометила грядки, дала им номера и составила таблицу. То есть она идет по году, допустим, один год. Вот как если показать таблицу, значит, год и номер грядки. И записано, что в этом году на ней сидит. Дальше переходим на следующий год. Уже и по возможности старалась соблюдать севооборот. План участка спроектирован на компьютере с помощью графического редактора. Хотя в 90-х начинала с карандашного чертежа на обычной миллиметровке. Все грядки на ее участке пронумерованы. На следующей странице к плану прилагается перечень культур на 5 лет. Клубника сейчас, сейчас вот новая клубника. Вот это у меня подписано, это был 13-й год. Вот здесь у меня сидел картофель. Потом у меня здесь сидел чеснок. Вот сейчас у меня сидит новая клубника, 4 грядки. Сейчас вот именно продуктивная клубника. Это вот у меня клубника. И вот здесь вот у меня 3 грядки клубники. Стараюсь, так сказать, сажать другую культуру на это место. Если клубнику, то стараюсь ее всегда сажать. Либо после лука, либо после чеснока. Ну, цветники, они, конечно, на одном месте. Цветники. А вот грядки все сделаны у меня стационарно. Они все на одном месте. При таком намного меньше труда затрачивается. То есть не надо каждый год заново грядку делать. Она всегда на одном месте. Только нужно ее под определенную культуру соответствующим образом удобрить. Дачница уверена, введение дневника севооборота помогает ей избавиться от болезней растений. И удобрений в грядку она вносит ровно столько, сколько требует запланированная культура. Не злоупотребляет химией. Это вот с семенами. Это ящики. То есть здесь весь набор семян, которые сама собираю. Вот в картинке. Из года в год, допустим. К таблице севооборота дачница прилагает дополнительные материалы. План работ по месяцам. Дневник с пометками и описание химического состава удобрений. Каждый сезон опытная любовь Андреевна подводит итоги. Результаты помогут при разработке огородной стратегии на будущий год. Анекдот домашний у нас есть. Когда внучка была маленькая, и когда еще дача только начинала, ну почти начиналась дача, мы сидим, обедаем, а в обед всегда радио дачный, вот эти вот вопросы, и начинает говорить, вот там беда, мало урожая. Вот ходим, а внучка маленькая сидит и говорит, а у нас другая беда, у нас много урожая. План севооборота очень важен для начинающих дачников. Он поможет грамотно сочетать многообразие культур на участке. Это, конечно, очень кропотливая работа, но ее результаты – это солидный урожай. Зимой комнатные лимоны, кумкваты и мандарины нуждаются в дополнительной подсветке, ежедневном опрыскивании и снижении температуры до 12-15 градусов тепла. Таблица севооборота составляется на 4-5 лет. Особенно важно учитывать ежегодную смену капустных, бобовых, луковичных и посленных культур на стационарных грядках.